МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев отрицает, что Кремль хочет привести его к власти в Киеве. Командующий военно-морскими силами Германии подал в отставку после заявления о политике Владимира Путина в отношении Украины и судьбе аннексированного Россией Крыма. Рамзан Кадыров пригрозил уничтожить семью судьи в отставке Сайди Ингулбаева и назвал пособниками террористов главу Комитета против пыток Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Также сегодня. Если раньше во время Болотного дела, Московского дела 2019 года ограничилось все в основном 318 статей, то есть применение насилия в нашей непосредственной власти, то сейчас арсенал статей, которые применяет власть, он поистине впечатляет. Год назад состоялась первая массовая акция протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения в Россию 17 января 2021 года. Начнем с событий, связанных с ситуацией вокруг Украины. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» сообщение о том, что США и НАТО передали Кремлю письменный ответ на его требования о гарантиях безопасности и нерасширения НАТО на восток не поступало. Госдепартамент США тем временем отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России. В опубликованном в субботу сообщении МИД Великобритании утверждается, что Москва рассчитывает привести к власти в Киеве депутата Верховной Рады 7 и 8 созывов Евгения Мураева. 45-летний политик в 2019 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, а на досрочных парламентских выборах в том же году не сумел пройти в Верховную Раду. В российском МИДе это сообщение назвали глупой провокацией. А вот что говорит по этому поводу сам Евгений Мураев. Информацию я услышал. Реально веселился вчера весь вечер, когда начали звонить журналисты из американских изданий, телеканалов. Это было еще до того, как была опубликована информация. В общем-то, я от них узнал первых. Ну и сегодня утром я уже читал во всех новостных изданиях эту конспирологическую теорию. Не сложно сказать. Я же не могу влезть в головы людей, с которыми я не знаком. В общем-то, как и не знаком с Путиным и с половиной тех, кто должен выйти в мое правительство, но по мнению спецслужб Великобритании. Моя позиция очень, я думаю, мне нравится Великобритании, Соединенным Штатам, как и России. Санкции, которые я, в общем-то, имею с 1 ноября 2018 года. Это, наверное, в Великобритании как-то забыли или упустили, или просто даже не оценили. Я угроза обороноспособности Российской Федерации после конфликта с Медведчуком. Он попытался выйти в мою партию, мне пришлось из нее выйти. Говорил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. А в Германии после заявления о политике Владимира Путина в отношении Украины и о судьбе аннексированного Россией Крыма ушел в отставку командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Кай Ахим Шенбах. Его слова спровоцировали дипломатический скандал и резкие заявления со стороны украинских дипломатов. Обстоятельства, которые привели к отставке вице-адмирала Шенбаха, я попросил рассказать берлинского корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера. Вице-адмирал Кай Ахим Шенбах, он находился в Индии на таком индийско-германском совещании на тему политики современной. И там его спросили про ситуацию вокруг Украины, и он позволил себе высказывание. Но потом уже после всего, после того, как возродился скандал, вице-адмирал сказал, что это было его личное мнение, и что высказывание его, конечно, было ошибкой. Но он и подал в отставку, и отставка была принята министром обороны Германии, субординация здесь именно такова. Но он говорил о том, что Путин, по его мнению, Владимир Путин, вовсе не стремится захватить что-то еще в Украине. Он просто сделает такие заявления для разобщения Запада, буквально сказано было так, «А на самом деле ничего ему не нужно, никакая часть Украины ему не нужна, а ему нужно просто, чтобы Запад продемонстрировал уважение к нему. И это несложно сделать, сказал вице-адмирал, это не стоит дорого, почему бы ему это не оказать, тем более, что он, скорее всего, этого заслуживает». Он еще сказал, что аннексированный Крым, конечно, никогда не вернется в Украину, он даже разговаривает как бы ни о чем. Это было, конечно, доведение его к высказыванию до точки кипения, потому что официальные люди в Германии, в частности Министерство обороны, вынуждено было официально дистанцироваться, потому как это не соответствует позиции самой ФРГ в отношении аннексирования Крыма. ФРГ требует возврата Крыма Украине, и как бы тут никаких назначений быть не может. Вот после этого всего заявления о том, что Путин хочет уважения, а Крым не вернется, произошла скандальная перебранка, я бы сказал, еще потому что в ней участвовали и ведущие украинские дипломаты, министр странных дел, и посол Украины в Германии. Все это большой шум, но процесс был коротким, вице-адмирал понял, что у него вариантов нет. И он подал рапорт, и рапорт был принят, он ушел в отставку. Но интересно другое, что, вообще-то говоря, его высказывание, как тоже одного из так называемых Путин-ферштейров, оно не является его личным мнением, точнее, может быть, даже личным мнением является, но оно не единичное в Бундесфере. Это не то, что ему вдруг взбрело в голову, по-немецки есть такое понятие «шнапс-идея». Нет, у него никакого шнапса в голову не ударило. Это разного рода отношения к Путину и к России в Бундесфере бытуют. И бывший главнокомандующий всем Бундесферам даже попытался защитить вице-адмирала. Харальд Куджер сказал, что, вообще-то говоря, высказав свое личное мнение, вице-адмирал не совершил никакого должностного преступления, должностного нарушения, намекая на то, что уходить в отставку он не был обязан. Но, тем не менее, он сказал, что надо соблюдать, конечно, все дипломатические правила и ущемлять Украину. Это нехорошо. Но именно про ущемление Украины и говорили про ущемление интересов Украины и отношения к Украине. Говорили дипломаты Украины, в частности, посол Украины в Германии, Андрей Мельник, сказал, что, во-первых, надежность Германии как партнера все больше и больше под вопросом, а дальше цитирую, при таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстает в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам. «Онтерменш» – это немецкое слово. Надо сказать, что бывший главнокомандующий войсками ФРГ не применил и на это прореагировал, хотя, вообще-то говоря, пожилой человек в отставке. Он покритиковал украинского посла, сказал, что напоминание об оккупации – это уже тоже too much, что так не должен дипломат посмотреть. Короче говоря, это все трансляция мнений, которые в Бундесвере так или иначе бытуют. Там иной взгляд на Россию, иной взгляд на Путина. Достаточно сказать, что настолько иной, что в послевоенном современном военном сообществе ФРГ то и дело, с большой регулярностью возникают инциденты с нацистскими взглядами у солдат и офицеров. Эта проблема для Бундесвера остается, и взгляды до крайне правых от Путин-Ферштейров бытуют в современной немецкой армии. Об обстоятельствах отставки командующего военно-морскими силами Германии вице-адмирала Кая Ахима Шенбаха рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Время свободы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают все, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Ингулбаева, который вместе с дочерью уехал из России. Об этом Кадыров написал в новом посте в Телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления, цитата, «они будут уничтожены». В посте содержится призыв задержать и еще одна цитата пособников террористов. Так Кадыров называет главу Комитета против пыток, эта организация внесена в реестр НКО иноагентов, члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Ингулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод Ингулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Ингулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так прокомментировал заявление Кадырова. Мы, конечно, предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и выяснение этих отношений. Здесь можно только сказать по правовой стороне дела. Еще раз повторяю, нам неизвестно, обращались ли конкретно члены семьи, правоохранительные органы. Правоохранительные органы, они обеспечивают права и защищают права и безопасность наших граждан. Если представители семьи или члены семьи обращались к этим органам, и с их точки зрения имеют место какое-то бездействие или неверные с их точки зрения действия правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в генеральную прокуратуру. Единственное ведомство, которое занимается вопросами законности действия всех силовых подразделений. Что касается журналистов, что касается других граждан, особенно в том числе членов президентского совета по правам человека, то, конечно, скажем так, какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений. Признать их террористами, да и юром, может исключительно суд. Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее время. Говорил Дмитрий Песков, министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил за риме Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. А вот что говорит о судьбе матери сын Мусаевой юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Кроме тех слов, которые сказал Ахмед Дудаев, министр Чечни, по каким-то связям, чего-то там непонятным, ничего больше нет, официального подтверждения этому нет. Адвокат все это время там находился, добивался, писал заявление, добивался аудиенции с мамой и просил всех, вообще звонил везде, чтобы донести, что у нее уже есть адвокат. И вообще любое судопроизводство без участия этого адвоката можно считать уже незаконным. Тем более у нее не было возможности самостоятельно выбрать себе адвоката. Понятное дело, что они воспользовались или могли воспользоваться, если действительно такой суд состоялся, могли воспользоваться ее беспомощным состоянием и сделать все так, как они и привыкли делать всегда в Чечне, пользуясь страхом людей. Где конкретно она находится, на каком основании ее действительно задержали, то есть по этой статье, что это за статья административная. Обстоятельства этого нам неизвестны. Что самое важное, это нападение, о котором заявляют эти люди, оно могло, получается, по их риторике произошло в пути, либо при задержании. Но это уже другая территориальная юрисдикция, и это другая территориальная последственность. В Чечне ее никто привлекать в ответственности не мог. Общественный резонанс, который сейчас появился, он как никогда просто супермасштабный, очень огромный, и я просто благодарен каждому, кто обращает на это внимание и не остается в стороне. Я получил подтвержденную информацию о том, что мои дяди, это Янглубаевы, Шахид, Сейд Амин и Сейд Ахмед, они удерживаются все еще в Урус-Мартанском ОМВД. Вот единственное, Шахида отпускали, потому что он заболел коронавирусом, его отпустили, чтобы он мог полечиться дома. Но когда он узнал о том, что маму похитили и везут в Чечню, предположительно в полицейские органы, несмотря на свою болезнь, он вышел и начал ее искать. А кадыровцы его опять похитили. Но есть у меня информация, и она тоже подтверждается. Во время похищения у них забирали паспорта, у них забирали документы на домовладение, некоторых били, почти всем надевали на голову пакеты. Это все происходило ночью, когда они спали. Это как такие запугивания, угрозы. Кадыров сам создает себе врагов вокруг себя. И начинают какую-то войну, объявляют всех террористами, каждый день практически. Я не знаю, у человека, видимо, просто полностью он потерял связь с настоящим и не может отвечать за то, что происходит вообще в целом. Соразмерность своих действий, их последствия, которые могут быть после этих действий. Человек просто не понимает. А окружающие, видимо, не могут ему это объяснить. С самого начала это все, вот с самого 15-го года все началось незаконно. Нас преследовать начали незаконно, необоснованно. И сдаваться нет никакого смысла. И я и не хочу. Говорил сын Заремы Мусаевой, юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Почему Рамзан Кадыров с такой ненавистью относится к семье Янгулбаевых? Я попросил рассказать об этом обозревателе издания «Кавказ-реалии» Закира Магомедова. Вообще с семьей Янгулбаевых у Кадырова, если так можно выразиться, давние отношения. Начиная с того, что Ибрагим Янгулбаева, сын вот этого федерального судьи, который вышел на пенсию, он был обвинен в том, что ведет ВКонтакте какие-то антикадыровские группы. Его доставляли в резиденцию Кадырова, как он сам рассказывал. И где его, опять же, как он сам рассказывал, Ибрагим Янгулбаев, имею в виду, что его пытал лично Кадыров. Это стоило отцу Янгулбаева судейского кресла. Да, статус судьи он сохранил, но вот работы в Чечне он лишился. И далее, что было? Семью Янгулбаевых, точнее, вот братьев Ибрагима и правозащитника Абубакара Янгулбаева, им вменяют то, что они ведут телеграм-канал АДАТ, который является оппозиционным чеченской власти. И канал публикует очень часто информацию о похищениях в республике, информацию о том, кого, куда и как задерживали. И, конечно, этот телеграм-канал, он очень популярный. Там больше 20 тысяч подписчиков. Дохотело до того, что в Чечне часто задерживали людей, у которых в телеграме находили подписку на этот канал. И в официальной Чечне считают, что этот телеграм-канал ведут Янгулбаевы. И переписка, которая якобы принадлежит семье Янгулбаевых, тоже была опубликована на днях. Насколько я знаю, сам Янгулбаевы отрицают свои причастности к этой переписке. Да, и видно по переписке, что она наспех как-то слеплена. Мы много знаем сообщений о том и о похищениях, и о пытках, и об обвинениях. В частности, в адрес журналистов Елена Милашина, журналистка «Новой газеты», уже не раз подвергалась подобного рода угрозам со стороны кадыровцев. Но все-таки вот такое событие, как похищение из Нижнего Новгорода пожилой женщины, я имею в виду жены Сайди Янгулбаева, Заримы Мусаевой, это выбивается? Нет, абсолютно не выбивается. Более того, нижегородские силовики, они успешно сотрудничают с людьми Кадырова. Это уже было, мы это уже проходили с похищениями братьев Салиха Магомадова и имени другого, к сожалению, не помню. Опять братья, которые находились в Нижнем Новгороде на кризисной квартире, и их точно также похитили. Но все-таки речь идет о пожилой женщине. Слушайте, ну вот сегодня заявил блогер оппозиционный Ислам Халитов, что ему прислали фотографию его обнаженной сестры и сказали, типа, либо ты прекращаешь критиковать Кадырова и его окружение, либо эти фотографии твоей обнаженной сестры увидеть интернет. Так что это вот то, что произошло с Ремой Мусаевой, оно для среднего, скажем так, российского читателя, оно вау, что-то происходит. А для людей, которые находятся постоянно, скажем так, следят за событиями из Кавказа, из Чечни даже, скажем так, то для них это, ну, тут только развести руками, таковы сегодняшние реалии. И не удивляет абсолютно позиция Кремля в лице того же Дмитрия Пескова, который говорит, что невозможно поверить, что такое может происходить. Даже под стенами Кремля много чего происходит, что невозможно поверить с позиции Кремля. Моим собеседником был обозреватель издания «Кавказ-реалии» Закир Магомедов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. США и Испания намерены найти решение продолжающегося с 70-х годов прошлого века конфликта вокруг Западной Сахары. Это бывшая испанская колония, на территорию которой претендует Марокко. Неурегулированность проблемы Западной Сахары очень мешает Испании в борьбе с нелегальной эмиграцией с африканского континента. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Взаимодействовать для преодоления Западно-Сахарского конфликта стороны решили в ходе консультации госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альвареса. Испанию проблема Западной Сахары беспокоит особо, поскольку она отрицательно сказывается на отношениях с марокканцами. От последних, к примеру, зависит успех борьбы с нелегальной эмиграцией из Африки. Остановить ее поток без помощи своего рабского соседа Испания не может. Между тем испанцы не поддерживают фактическую аннексию Марокко с Западной Сахарой и полагают, что проблема этого региона не может решаться без участия ее коренных жителей сахарцев. Ну а сахарцы не желают быть марокканцами и добиваются независимости. Теперь Мадрид надеется, что США, пользуясь своим влиянием на Марокко, смогут найти подходящий компромисс. Министр Хосе Мануэль Альварес. Мы обсудили ситуацию в Западной Сахаре и договорились объединить усилия, чтобы разрешить конфликт, который продолжается слишком долго. Надо найти выход. Ведь преодоление конфликта вокруг Западной Сахары ждут тысячи людей. Я со своей стороны намерен также координировать действия со Стафаном Домистура, спецпосланником ООН по Западной Сахаре. Все мы совпадаем в том, что этот конфликт не может длиться десятилетиями. В 70-е годы прошлого столетия ныне покойный король Марокко, Хасан II, объявил, что Западная Сахара – часть его королевства, которая в свое время якобы была отторгнута Испанией и отныне должна была вновь стать марокканской. Король приказал устроить так называемый «зеленый марш» и отнять у Испании ее колонию. Тысячи марокканцев, подгоняемые солдатами, вторглись в пределы Западной Сахары. Испании в середине 70-х было не до колонии, диктатор Франко находился при смерти и с его кончиной рушились основы режима. Так что из Западной Сахары испанцы ушли без боя, забыв свое обещание в случае ухода предоставить независимость народу этого региона и оградить его от марокканской экспансии. Ведь на самом деле Западная Сахара никогда не была частью Марокко. Тем не менее это королевство не захотело прислушаться даже к резолюции ООН, призывающей предоставить региону независимость. Так что сахарцы вынуждены были начать вооруженную борьбу с оккупантами. Ее возглавил так называемый фронт Палисарио. Сахарцы оказались хорошими воинами. Их партизанские действия наносили противнику огромный урон. Армия Хасана II, толком не знавшая за что воюет, терпела поражение за поражением. Наконец монарх вроде бы согласился пойти на компромисс и принял план, предложенный международным сообществом. Он предусматривал проведение под эгидой ООН референдума о суверенитете Западной Сахары среди ее населения. Фронт Палисарио также принял этот план. С 1991 года войны нет, мира тоже. Идея референдума пробуксовывает. По мнению наблюдателей, Марокко понимает, каким может быть его результат, а посему всячески затягивает проведение плебисцита. Говорит Брахим Гали, лидер Западной Сахары. После того, как на нас напали, мы вынуждены были сражаться. Сопротивление продолжается и сейчас. Нам удалось освободить часть нашей территории. Там, на суверенной земле Западной Сахары, базируется наша армия. Борьба за освобождение территории, занятой Марокко, продолжается. Мы ни в коей мере не можем отождествлять себя с марокканцами. Единственное, что у нас общее, это религия. Но понимаем мы друг друга лишь в том случае, если говорим на классическом арабском. Что же касается нашей культуры, менталитета, традиций, диалектов, даже национальной одежды, то все это нас сильно отличает друг от друга. Так что у нас нет практически ничего общего. Ну а пока, вдали от эпицентров мировой политики, сахарские беженцы, вынужденные еще в 70-е годы покинуть свою родину, живут в пустыне, в лагерях в районе города Тиндуф на юго-западе Алжира. Живут в основном за счет международной помощи. По словам Гали, партизанские действия продолжаются, хотя Марокко предпочитает их замалчивать. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид. Вы слушаете «Время свободы». Вчера исполнился ровно год со дня первой массовой акции протеста против ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию 17 января 2021 года. Акция прошла в десятках российских регионов, более чем в сотни городов. Официальные власти оценили число участников митингов и демонстраций в Москве в 5000 человек. Сторонники Навального называли цифру в 10 раз большую. Всего, по их данным, в России в поддержку Навального на улице вышли около 250 тысяч человек. Независимые наблюдатели называют более скромные цифры, но можно сказать твердо, что сейчас, год спустя, трудно себе представить такую массовую акцию протеста в России. А тогда, в январе 2021 года, через два дня после акции, состоявшейся в субботу, подсчитывалось количество задержанных, поступали сообщения о возбуждении административных и уголовных дел, вот что рассказывал тогда в эфире Радио Свобода координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Самое главное поражает веер и разнообразие этих самых уголовных дел. Если раньше во время Болотного дела, Московского дела 2019 года ограничивалось все в основном 318 статей, то есть применение насилия отношений, не представьте, в власти, или массовые беспорядки, которые в итоге не получались, ну или, может быть, призывы к чему-то такому, то сейчас, на самом деле, арсенал статей, которые применяет власть, он поистине впечатляет. То есть здесь есть вот новая статья про перекрытие дорог, естественно, по 318 возбудили дела. Вчера было сообщение, что во время митинга на Пушкинской в Москве было 19 человек, болевших коронавирусом. Это было сообщение Мосгорздрава. Ну и мне примерно тогда же стало понятно, что возбудят уголовное дело о нарушении санитарных норм. Тоже не стоит забывать про тысячи задержанных на этих акциях, потому что многие из них, большинство, мы выписали протоколы по административным статьям, многих из них оштрафуют, многим из них присудит административный арест, ну а кому-то просто испортили вечер, что тоже, в общем, не очень хорошо. А кого-то побили. Сейчас активно идут суды, и их количество, честно говоря, просто невозможно подсчитать. Если в прошлой акции мы как-то пытались понять масштабы, то сейчас суды проходят по всей стране. В субботу были задержания более чем в 120 городах России. Это только те, о которых мы знаем. Это какое-то невероятное количество. И, конечно, к сожалению, нет на сегодняшний день адвокатов и юристов в 120 городах, но мы тоже распространяем заявку. Если кто-то в эти города готов с нами сотрудничать, то мы будем только рады. Это было выступление ровно год назад в эфире «Радио Свобода» координатора ОВД «Инфо». Это правозащитный проект Леонид Драбкин. Прошел год. ОВД «Инфо» признанной иностранным агентом штабы Навального и фонд борьбы с коррупцией, который основал Алексей Навальный, признанный экстремистскими организациями. Навальный находится в тюрьме уже 370 дней. Большинство его ближайших соратников либо за решеткой, либо уехали за пределы России. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Наталья Аркадьева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова